В рамках проекта «Христианский взгляд» хотелось бы увидеть такое событие. Верховный суд запретил собрание ЛГБТ, организации ЛГБТ, как экстремистские организации. Возникает только некое мнение, ну какой экстремизм? Ну вроде люди никому не мешают, собираются в своих клубах, организуют свои какие-то СМИ, газеты, живут своей жизнью, ну и пусть живут. Мало ли там есть любители цветов, любители собачек, есть скрубы, любители собак, кошечек, РГБТ. Да, конечно, понятно, что с христианской точки зрения это грех, но при чём здесь экстремизм? Считаете вы, христиане, что это грех? Ну и сидите себе в своих рамах и считайте, к вам уже никто не лезет. Ну на самом деле тут можно сказать такой скрементальной фразой. Да, сейчас никто не лезет, а потом за вами придут. К сожалению, это может стать реальностью, если с этим ничего не делать. Ну в Америке уже произошло, когда отец американец не захотел, чтобы его сын менял пол, его за это посадили. Его посадили, применили чисто уголовное право, посадили в тюрьму. Сын был маленький, ему было не 25 лет, он был ещё ребёнок школьного возраста, даже не старшего школьного возраста. Когда по всем правилам нормального общества ещё ребёнок не может решить этот вопрос, чтобы менять свой пол в одиннадцать-двенадцать лет. А сейчас говорят, да ребята, чем раньше, тем лучше. В пять лет это вообще идеально, в четыре-пять лет начать гормоны принимать, всё вырезать, это вообще идеал. Что у нас у наших детей будет пять лет убеждать где-то в детских садах, потом отбирать, потом их калечить. Притом это калечение на всю жизнь, ты уже ничего не изменишь. Потом они будут нам в 25 лет плакать, как сейчас это часто делают, говорят, что вы со мной сделали. Я говорю, маленький, без опыта ребёнок, вы меня, почему меня искалечили всю мою жизнь? Я никогда не стану ни матерью, ненормальным отцом. Я буду всю жизнь коллегой на гормонах. И рано умру, потому что, извините, гормоны, они здорово не прибавляют. Я не проживу свои 72 года или 82 года. По-моему, много раньше из-за этого. Прожив совершенно непонятно ничего, жизнь какую-то такую, знаете. И вот мы хотим этого. И ведь это всё больше и больше. Приходит то, что это людей заставляют это делать. Даже пропаганда среди детей, которые происходят уже в детских садах Канады, например, в школах во многих, когда родители американские не знают, что делать, пытаются как-то запретить своими сходками, организованными протестами. Чтобы мы хотим, чтобы наши детей калечили, а мы бы ничего не могли сделать, потому что это не свобода. Ребёнок в 5-10 лет способен выбор сделать. Но любой педагог вам скажет, что это глупость. Нормальный педагог. Когда, это я точно знаю от первоисточника, когда американских психологов выгоняют с работы, или германских, за то, что когда к ним приходит девушка с другой ориентацией, на своих же супол, и она путём чисто своих профессиональными способностями, чисто методами психологии, возвращает ей нормальное влечение к противоположному полу, и из-за этого с работы выгоняются со специалистических центров. Мы это хотим. Это, знаете, когда у тебя нормальные взглядные вещи, это в гору как-то, знаете, какая-то театр абсурда. Театр абсурда, это театр абсурда всё больше и больше насаждается, и даже подкрепляется уже уголовным преследованием. Это факт, в котором конденешься. И как таких людей не назвать экстремистами, которые отвергают нормальное бытие на уровне биологии, на уровне просто животной жизни. То, что есть у всех животных, у которых есть разница полов. Обычное, так сказать, понятия семьи нету, конечно, как у людей. Обычно размножение. То есть, это же даже не христианство, это что-то такое, знаете, ещё более страшное, глобальное. И, слава богу, наше государство, лица Верховного Суда, совершенно осознанно, на основании юридических норм, назвал это движение экстремистским. Потому что оно рушит основы нашего общества. И объявляет, что нормальная семья – это зло. И, на самом деле, ничего в этом удивительного нету. Это нам кажется, ну пусть каждый живёт, как хочет. Вот бог, да, он именно так и делает. Когда человек не хочет жить с ним, он, бог, который давал человеку свободу выбора, он даёт человеку, ну не хочешь ты без бога, живи, с богом живи без бога в аду. Ну ты хочешь так, пожалуйста. А вот ад так не рассуждает. Ад лишает свободы. Потому что там нет любви. Где любовь, там свобода. А где нет любви, там нет свободы. Где страсти, там нет свободы. Поэтому это такая глобальная страсть сатанистская, садомская, которая была разрушена садом Мадагамора, как то, что уже нельзя было не уничтожить в божьем промысле. Столько они, так сказать, погрязли в грехе. Но, на самом деле, делать несчастными и самих этих адептов. Я прочитал, знаете, рассказ одного трансгендера, который себя в женщины переделал. С таким очень, почти всерочными подробностями. Такой очень откровенный. Знаете, это какой-то ад. Человек даже в туалет сходить нормально не может. Что для любой женщины нормально, для него это большая проблема. Ну, и там много уже, еще многих таких вещей, так сказать, говорится, которые любая женщина поймет, любой трансгендер поймет. И поймет, что насколько... Вот это обман. Это обман, что мужчина может стать женщиной через операцию. Это обман. Он не становится женщиной, он становится покалеченным мужчиной. Покалеченным мужчиной. Страдающий от своего вот этого непонятного организма покалеченного. И вот, ну, это уже человек, уже ничего не начал понимать просто по последствиям. А когда человек на волне вот этого греха, он не слышит, он не понимает. Он норму ненавидит. Он от неё ушёл. А уйти от нормы, даже биологической нормы, глобальной такой, знаете, генетически заложенной природой, это требуется такое изменение психики. И такая, возможно, ненависть к норме. И если с точки зрения богословского анализа, страсть – это всегда тоталитаризм. Это всегда тоталитаризм. Это любит Бог, это любовь, поэтому свобода. А страсть – это всегда тоталитаризм. Всегда ограничение всяческой свободы. Даже на уровне просто каких-то осмолвающих, разумных начал. Вы знаете, если бы нашим папам, мамам, дедушкам, бабушкам, которые уже, может, уже почили, вот это всё показать, особенно тех, кто были воцерковлённые в 50-х годах, в 40-х, 60-х. Ну, может, не святые, которые, может быть, как раз не удивились бы, а вот были обычные люди. Они сказали, ну вот, вы говорите, что сейчас царство Антихриста не наступит. Вот же оно уже наступает. Мы с вами так рассуждали. Для нас это тоже, знаете, обыденность людей, у которых была нормальная жизнь. Для них они сказали, ну вот, оказывается, всё лишь 2024 год, вот это царство Антихриста, дожили. Но, слава богу, не мы. И поражаешься, когда говоришь некоторыми молодыми людьми, которые говорят, ну, это нормально, что такое ночь. Какая-то норма-то. То есть, настолько у людей искрённое сознание, что вот я слышал, что при нашего святейшего патриарха несколько, какое-то время назад он говорил, что вот сейчас трансгендер. Какая-то следующее – педофилия. Объявление педофилии в норму. Пять-шесть лет – нормально. Всё лучшее дети. И он тогда говорил, это было достаточно давно, вот не было ещё, когда министр Испании, в культуре, там, чему-то ещё выступила за… Чтобы педофилия была нормой. Это называется на научном языке таком – отмена возраста согласия. Сейчас есть, там, это, 18 лет у нас в стране, например. Ну, где-то, может, там, чуть поменьше, там, 17-16. Всё равно это достаточно взрослые уже, так сказать, люди. Отмена его. И пять лет – это тоже хорошо. И это уже вводится. И я уверен, что какое-то время какая-то наша молодёжь тоже была бы говорить. А что такого-то? А что такого-то? Так он же согласен, ребёночек. Всё лучшее дети. Мы хорошего научим. Просветим с детства. Хотя все психологи нормальные, но в основе данных научных, уже не вот этих, говорят, что вот если это происходит, насилие в детском возрасте, это такой изменение психики отрицательное. А никого не интересует. Никого не интересует. А потом кончим-то ещё большими страшными вещами, которые мне сейчас даже в голову пока не приходят. Ну, так сказать, вот... То есть, попадём в ад. Вот царство Антихриста. Царство Антихриста. И теперь-то понятно, как оно будет входить в людей. Вот так постепенно, на основе врагих действий, на основе понятия свободы, братства, равенства. То есть, под самым такими хорошим соусом равственным. Но только оно будет нести смерть, разрушение в реальности. Смерть и разрушение. Новотелитаризм. Уничтожающий человека на корню. Вот кажется, там даже фашистам нет, и даже не снилось то, что делается сейчас. И что страшно, они-то часто действовали же такими, ну, грубыми методами. Война, лагеря, газовая камера. А сейчас людям сознание изменяет. Когда люди сами начинают себя уничтожать. Ведь ладно, я. Мне детей жалко. Ну, может, не моих уже детей, но моих внуков. Которые, так сказать, дай бог, будут. Поэтому это очень своевременное решение Верховного Суда Российской Федерации. Любой нормальный человек будет за неё руками, ногами. Просто из чувства самосохранения. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!